Зеленский упрекнул Раду за выходной из-за якобы угрозы российского удара. Когда в Украине нет воздушной тревоги и российских обстрелов, все органы власти, государственные структуры, производство и так далее должны работать одинаково. В частности это касается и Верховной Рады. Об этом сообщает новости Украина, ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский отметил, что сегодня уже тысяча третий день войны и все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Он отметил, что если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать. Однако по словам президента, когда нет воздушной тревоги, государство, производство, посольство, все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех, от Верховной Рады и других структур и ветвей власти, до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит, идем в укрытие. Когда нет сирены, работаем и служим. В войне иначе не бывает, отметил он. Глава государства подчеркнул, что необходимо осознавать, что Путин будет и дальше запугивать украинцев. Он на этом всю свою власть построил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война, добавил Зеленский. Рада отменила заседание из-за угрозы удара РФ. Напомним, вчера стало известно, что Верховная Рада отменила заседание, которое должно было состояться в эту пятницу, 22 ноября. Также аппарат парламента был переведен на дистанционную работу. Позже в сети появилась информация о том, что такое решение якобы связано с угрозой российского удара.